про министерство юстиции хоровица отдельно по по коми и вот давайте немножко поговорим о том что в этом докладе а реакции на этот доклад а может быть напомним о том что коми тут же через час в твиттере попросил чтобы перед ним извинились в общем об этом сначала с удовольствием ну а начнем с того что это не о коми вообще о его деятельности а об одном эпизоде конкретном очень а именно значит коми когда начал встречаться с президентом трампом с первого раза после встречи что называется бежал к себе в машину усаживался и вывезли естественно он серьезное лицо государственное и пока его везли он быстро 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 записывал то что запомнил с этой самой встречи а чего он не делал никогда ни с кем то есть его сказать когда был разговор о том что начать чего вы вдруг начали вести ноут я их виду для того чтобы помнить про себя у кого вы еще или такие но если уж и не у кого то есть сама бы встречался с байденом встречался с кучей других людей встречался никогда не вел никаких ноут то есть уже странное какое-то поведение второе значит вот из того после чего он собирал либо собирал собрание у себя фбр либо тут же цискать на компьютере делал такое коллективное общение с кругом внутренним где он рассылал эти самые записки докладывал о том что произошло во время как бы курс дела их ставил того что произошло во время разговора с президентом тоже никогда такого не делал то есть что-то такое он начал делать самого своего первого свидания с президентом чего никогда не делал а теперь так как он встречался с президентом не потому что они решили там выпить или поиграть в гольф а встречался с президентом как руководитель фбр то их встречи были совершенно официальные они это государственные встречи вся информация о них не имеет права разглашаться и информация их не должна выходить за какой-то очень так сказать узкий круг а что он тут же нарушил то есть он во первых рассказывал сказать значительно более широкому кругу и рассылал во вторых дал почему-то своим юристом непонятно для чего а в третьих что самое главное он передал это своему другу который начал профессор в университете который был связан со целым рядом журналистов том числе с нью-йорк таймс и он передал ему а так сказать свое некое мемо значит вот такую за бизнес к докладную как бы записку о том сам себе писал воспоминания о встрече а для того чтобы тот передал это в нью-йорк таймс как он потом сказал с очень определенной целью значит для того чтобы а вызвать реакцию в конгрессе и в сенате и чтобы был назначен а значит 5 специальный консул мюллер что же такое там написал в этой записке а он написал что трамп пытался вмешиваться в значит его расследование по делу фрида а генерал если помните такой а и таким образом вот значит превышал свои полномочия таскать не понимает что он делает либо вот так сказать вот такой вот . выводы что называется делаете сами но не медленно начинает расследование потому что он очень нехороший человек как вы знаете так и случилось на основании из-за вот этого таскать то что таскать он толкнул а и был назначен мюллер который два с лишним года а мешал стране нормально жить после верхней желудой власти были таскать либо либо им мешало потому что их постоянно расследовали потому что не только об этом и кричали а что естественно ухудшило автоматом жизнь нашей страны наш правительство должно заниматься тем чтобы улучшать нашу жизнь и сказать заботиться нашей безопасности вот значит как вы понимаете значительно меньше времени уделялась тому чему должно было удивляться потому что вот это вот лихорадка а вдруг действительно так сказать что называется трамп такой плохой человек и он связан с русскими пресекает любую деятельность и выгоняет коми потому что коми мол якобы добрался вот сейчас ли может добраться до чего-то очень близкого к вот предательству трампа все это лихорадного страна выяснил что все это ахинея чушь и он где-то из-за своей личной ненависти к трампу в общем привел страну к тому что два года мы нормально не жили и не функционировали вот именно это и расследовалось с точки зрения а этики поведения с точки зрения не закона а правил написанных в министерстве юстиции с точки зрения правил поведения фбр он совершил очень много проступков но он за эти проступки уже уволен то есть вот то что административное наказание которое должно было последовать в результате такого доклада это увольнение теперь так как люди ждали того что его сейчас начнут судить и сажать то пока что с точки зрения вот он не передал никакой информации которые на тот момент считалось бы или было бы секретной поэтому он общий закон закон уже теперь не переступил он все время ходил по грани то есть он как он все время в серой такой области может есть может нет жить я на самом деле согласен с решением генерального прокурора бара о том чтобы сейчас на него это уже второй раз когда что-то такое с ним происходит и бар решает что не буду давать этому уход не пойду в суд почему потому что еще раз административные проступки он совершал очень серьезно очень грубо подобрал подорвал доверие к фбр он показал путь работникам фбр как можно так сказать в общем передавать через знакомых что-то в газеты и как бы не отвечать за это да но за это надо было либо его там штрафовать либо что-то еще либо увольнять а он уже уволен он уже за это наказан у трампа была стопроцентная абсолютно стопроцентная право и обязанность такого человека уволить теперь с точки зрения уголовного как бы кодекса он пока что то есть может может быть но это серая как бы то может совершил может нет я думаю что бар ждет всех остальных частей доклада которые придут от горовица от инспектора general а также так сказать от двух тех которые сейчас занимаются дурхом и генеральный прокурор штата арканзас занимаются два человека скит компания во все вокруг всего этого и мы ждем результатов отчета о том а что же из-за чего же собственно началась вот так сказать как бы она толкнула то коми но почему так это разрослось почему действительно два года надо было что-то изучать когда почему коми делаете записки почему вся его команда так отпустила легко киллари легко киллари клинтон и так взялась та же самая команда за трампа и тут рыли просто так сказать все что угодно утверждая что у них в общем материалы уже практически все имеются вот все вот это когда сойдется я думаю что на коми найдется достаточно материала что уже подавать по нему по этим поводом и по тем поводом по которым он пока что срез крючка а закончить это коми а естественно пытается делать прекрасную минуту и плохой игре и как только выяснилось что его не будут подавать в суд тут же начать вот все кричали что я преступник два года меня оскорбляли а вы видите на меня даже в суд и подают шоке же полная хинея то есть сделал все возможное для того чтобы опорочить свое имя свою должность для того чтобы грязью облить фбр и похоже что начал заговор один из тех людей который начал заговор против президента вообще президент трампа моем по этому поводу тоже высказался и сказал что решение генерального прокурора баба барр говорит о его непредвзятости и объективности на самом деле даже на согласен очень хотелось бы но а так как бар не занимает такую партизанскую позицию одностороннюю позицию то он смотрит на это как если я пойду в суд я могу это доказать сто процентов без всяких вариантов и ответ нет там нет состава гражданского преступления абсолютно верно будем но ведь еще же не все доклады вышли как вы справедливо заметили очевидно будут доклады и если в этом докладе вы и в расследовании дурам и вы выяснится что коми нарушил все-таки закон потому это прибавится к тому что было сделано в том что очень похоже что нарушили мы конечно не знаем внутренних таскать дел честно говоря то что говорят скажем на фоксе очень интересно слушайте приятно если вы тискать за трампа и прочее а но а пока что у нас нет стопроцентных доказательств что четыре обращения в специализированный суд вообще в америке есть только одна организация которая может позволить американским там полиции там фбр и кому угодно следить за американским гражданином послушивать его разговоры ходить сзади подсылать к нему провокаторов там и тому подобное сделать полную раскрутку его вот этот суд он называется так сказать определенным образом значит файка и он мы не знаем судьи мы не знаем их имен таскать их скрывают но значит если какая-то организация из наших правоохранительных хочет проделывать то что о чем я рассказал они обязаны пойти в этот суд и там доказать теперь значит по законам американским уже теперь законы они правила до ведомственные по законам американским обязаны представить всю положительную все отрицательную информацию то есть все плюсы и минусы от того значит что они знают об этом деле а для того чтобы суде была полная картина если они представляют одностороннюю информацию или обманывают суд и говорят что вот это проверено но суд же не будет действительно все стопроцентно они как бы так сказать вот если подписывается кто-то из деятелей скажем фбр там или прочее да или министерство юстиции что да все проверено и прочее окей это правильно я понял теперь я смотрю на это нет не даю тебе смотрю на это даю так вот похоже что там а подавали информацию связанную с досье которая была непроверенной до сих пор не проверена и говорили что она проверенная и не одним источником а больше значит второй источник это был михаил изиков который написал статью по словам этого же а то есть на самом деле что происходило это один тот же человек рассказал два разных места свою 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 броню и два раза так и и сделали одно в качестве досье а другой в качестве газетной статьи теперь значит еще коми подписывал это меня сказать очень очень странно это но значит разных четыре человека подписывали это включая сами деньгейтс и рода роза наставина вот ужасно странно то есть все они окажутся замаранными в том что они либо не знали что они пишут опять же поверили своим подчиненным то хреновые они руководители да а я верю подчиненного твоя подпись там стоит тогда почему можно было подпись подчиненного а давать суду да а то суд не проверял ты не проверял еще кто-то не проверял а кто-то там внизу взял написал все что хотел то есть там какая-то такая заварушка с этим делом и там похоже есть состав преступления вот тогда мы посмотрим ну и в продолжении этой темы сенатор линдзи грэм настаивает на том что настаивает во всяком случае высказался что контртеррористический контр разведывательной операции не могла проходить без ведомое участие президента и очевидно следует вызвать барака обама на слушание и дать я хочу добавить к этому что то а белый дом либо президент либо от имени президента есть два или три человека которые от имени президента могли дать окей да такое дело они обычно пытаются президента не марать значит это мог быть вице-президент очень сомневаюсь это мог быть chief of staff а и это мог быть значит национальная безопасность по-моему и все может быть кто-то еще есть кого я забыл но по-моему все то есть кто-то из этих людей обязан был дать окей на такую операцию если этого не происходило значит коми начал ее самостина и он вот тогда он получит по полный что называется длони закона но мы уже знаем что в переписке двух любовников а то есть если помните была такая печь и как его там звали а а значит там была такая фраза в их переписке о том что а белый дом хочет быть поп в курсе всего то есть вот белый дом хочет быть в курсе наталкивает на мысль что кто-то в белом доме у кого было право не просто так старая секретарша третьего запада а у кого было право сказать кому fbi я хочу быть в курсе это говорит об очень серьезном уровне этого человека и вот этот человек или или люди их до них докопаются потому что кто-то должен был это сделать я думаю что президента бывшего вызвать на интервью будет достаточно сложно но до того я думаю что пойдут люди они будут поднимать руку и говорить 5 5 поправка и т.д. один за другим и вот она посмотрит еще одна тема 51 процент опрошенных говорят что высказались в поддержку президента по вопросах его критики средств массовой информации то есть избиратели согласны с президентом когда он критикует средства массовой информации и тут на ум приходит недавнее высказывание одного из психиатров причем не просто психиатр там с улицы какой-то психиатр который возглавлял отдел университете если я не ошибаюсь и который обвинил президента трампа в том что по его вине больше миллионов человеческих жизней унесено чем скажем от руки или там по указке или во время режима сталина гитлера и мау вместе взятых вот там вот я посчитал это 220 лет вот если можно по этому поводу с нашими радиослушателями может кто-то не знает этой истории потому что я уверен что не все браин третий раз его забываю а значит у него был гость который сделал следующее заявление ну нормальный журналист правильно таскать нормальный журналист с опытом он должен сказать что тип такого знаете я понимаю таскать чтобы аллегорически это говорить но все таки давайте не будем разбрасываться вот такими словами концлагерей там печей там и прочее прочее у нас пока еще в америке вместо этого он качал головой что такое поддакивал из да да конечно в таскать и того подобное то есть представить себе этот бред а а потому а потом он сказал замечательную фразу он сказал бы сказал два да вы знаете если бы вот столько народу не было уничтожено трампом то у нас осталось бы больше зрителей все а то сказал он сейчас вот лететь в аэропорту смотришь то есть там идет cnn по договору значит по нашему а его никто не смотрит приходишь там машину быть идет cnn по телевизору никто не смотрит то есть все те люди которые смотрели cnn уничтожены трампа а я думаю что все таки или что-то другое имели ввиду но это взрослый человека два человека которые умеют артикулировать что они хотят сказать то есть на самом деле было такое абсолютное ощущение что трамп каким-то образом уничтожил физически больше чем 220 миллионов человек и вот это совершенно поразительно но в этот же самый день на их главном конкурент на канале главного конкурента msnbc они конкурируют за одну и ту же группу либералов значит таких леваков которые значит поставка выяснилось что трамп значит после мюллера и просто упали у сенн 50 процентов 30 процентов люди которые их смотрят и каждый день уменьшаются 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 так вот на msnbc а приглашенная журналистка из вашингтон пост по фамилии имя дженнифер фамилия раббит такая хорошая таскать а пример министровская фамилия а она сказала следующее наша задача не просто победить трампа и это говорит журналист который называется журналистом который должен рассказывать нам о том что происходит а не делать заявление и и пригласили туда рассказать о чем-то историю рассказать наша задача сказала она то есть msnbc вашингтон пост вот их да не просто уничтожить травм по иди дать его переизбраться наша задача уничтожить республиканскую партию соединенных штатов америки ну я так сказать слушая это решил она имеет идут сказать развалить партию до потом она продолжила и сказала совершенно замечательную ужасную вещь рассказала но если кто-то из них выживет как выживете же партию собирался уничтожить но если кто-то из них выживет это будет ужасно потому что они вернутся обратно и будут делать все то же самое и тут я вдруг понял она говорит об исправительных лагерях вот у нас остается разгранили всех активных членов а республиканской партии то есть арестовали они ставят ему били что-то сделали закрыли партию и послали тех которые значит вот там менее активные были послали в лагеря которые называются рейдюкейшенал то есть вот скажем в камбодже они были для для переучивания и вот их там переучивают они пока копают землю там каналы беломорские строят там железную дорогу прокладываю там что-то еще делают и вот значит а потом их проверяют они справились или нет и вот те кто то кто выжил и исправился тех оправляют обратно а те кто нет ну продолжайте исправляться либо убирать она не говорила этого я я понимаю что моя фантазия но никаких других идей по поводу тех кто выживет надо чтобы никто из них не выжил 6 кто-то из них выживет и вернется обратно будет делать все то же самое вот эта фраза привела и меня и я так понимаю что ведущего тоже в состоянии легкого шока но никто и не возразил потому что ну вот очевидно вот это вот сейчас и есть мнение это элитной группы левацки настроенных идиотов значит вообще название этой программы кредо был сорс брайан сталтер ведущие этой программы и действительно и кстати дженнифер робин они периодически представляют как стратег республиканской партии это удивительно это все под корень вырезать не больше не меньше просто вырезать под корень и все проблемы решаться не зря же байден сказал что расизм существует а причина расизма это белый человек то есть то есть победить расизм можно уничтожив физически уничтожив всех белых людей тогда расизм не будет я сразу же хочу сделать заявление я не белый я лифт на всякий случай да а еще а еще бы ну давайте прежде чем мы идем на перерыв добрый день добрый день сергей добрый день леон а вы знаете это для меня ничего вот нового вспомните что их так сказать применитель марксизма к американской действительности господин салва леон пусть и наставник так сказать ментор уважают глубоко неуважаемая хиллари сказал что для достижения более справедливого общества необходимо почистить америку наверно 30 миллионов жителей а нижней он же не шутил мы же знаем что большевики не шутят вы живете в доме у вас за с детьми а у вас за забором сосед который время от времени высовывает из забора ведь я коплю на ружье как-то куплю я убью твоих детей тот начинаешь думать что он может быть не шутить давайте примем еще один звонок добрый день пожалуйста в эфире я немножко хочу вернуться к мюллеру у меня к вам вопрос а если может ли тут же бар выставить счет тем же фбр-овцам которые которые были уволены за зря потраченные 31 миллион как минимум которые потратила мюллеровская команда не уголовные а гражданские и в принципе это же они начали и к тому же разом тайну который это начал делать из-за кого-то предъявить можно даже в суд можно подать но вот решение остроумная смешная идея а так сказать единственное что что для этого нужно в одном суде сначала сто процентов доказать что у них на это не было никаких оснований и что все они это делали не для родины что называется а для по личному то сказать там потому что им нравился или не нравился такой-то человек а тогда уже можно подавать суд да хоть мы с вами можем подать суд с моей точки зрения на то что там так сказать нам там испортили там и вот так сказать надо доказать просто будет какие убытки у нас были моральные физические финансовые там и тому подобное из-за этого но можно подавать суд есть ли суде вот помните помните суд а о джей симпсон да его в уголовном суде оправдали а от того что еще он убил свою жену в николе и ее таскать бойфренда а следующий сразу же за ним гражданский суд присудил 30 миллионов от него отдать детям а потому что из-за его произошло то 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 это поэтому сначала должен быть криминальный неважно чем он кончится но сначала должен быть криминально должен что-то установить там есть такой процесс discovery вот в этом discovery будет все так сказать выложено все что удалось узнать по этому поводу и после того как это будет сделано у вас будет материал того чтобы подавать ну в суд может подать человек который по понес какие-то повреждения или это не потому как они говорят что они боялись что он шпион и что так сказать родина в опасности тогда они все правильно делали даже если они не правы оказались но если мы выясним что они боялись что вот страна таскать не дай бог попадет в лапы путину то ну чё делать значит надо было пройти через это части еще раз ничего не было ничего это придумали то давайте вот сейчас пойдем на перерыв а потом поговорим дальше ну хорошо да сделаем так возвращаемся к беседе с леоном айнштейном телефон студии по-прежнему 847 4005 200 если у вас будут вопросы пожалуйста звоните и задавайте леон во первых для того чтобы упадать в суд предъявить претензию кто-то должен понести кому-то должен быть нанесен ущерб то есть должна быть пострадавшая сторона это во первых как бы аксиома во вторых кому предъявлять претензии на кого подавать в суд на малера которого назначили специальным прокурором и он как бы исполнял свой долг или в общем я не думаю что когда случится поэтому это теоретически можно эту тему рассуждать давайте вот о чем поговорим вернемся к вопросу россии как бы два события с одной стороны новые санкции если можно вы расскажите чуть подробнее об этом а с другой стороны президент трамп сказал что он не против чтобы россию вернуть состав большой уже восьмерки два этих события но давайте мы сейчас чипну извиняюсь давайте мы рассмотрим эти две вещи вместе а не отдельно потому что они вместе а значит мне вообще все время интересно смотреть за тем как трамп маневрирует политически потому что он идет какими-то неординарными непривычными годами во вторых он все время говорит значительно больше говорит того что он думает чем вообще так сказать привыкли мы у политиков потому что а политиков обычно все так сказать шито-крыто улыбки хорошие а за сценой где-то там вдали от нас что-то такое происходит о чем мы не имеем ни малейшего понятия не догадываемся с трампом достаточно я уверен что происходит всякие закулистые дела но с трампом в общем сказать у него у него есть какая-то мысль он ее высказывает твиттере и это тот способ которым он доносит свои мысли прямые откровенные а до населения стран это я сказать так чтобы как бы обравить то дело и сказать что трамп чё думает на самом деле то и говорит они пытаются маневрировать где-то вот значит 100 с точки зрения трампа есть несколько проблем в мире одна из них это северокорейская проблема которая так сказать пока что нас не беспокоит на данный момент то что не беспокоит она ежедневно нас трясет как в конце правления обама он как бы по успокоился но это не означает что он завтра снова не начнет там снова что-то взрывать испытывать и тому подобное то есть есть эта проблема которую решить без китая и без россии практически невозможно две страны две страны спонсор этого режима дальше проблемы которые существуют у нас на территории сирии и ирана а тоже очень сложно решить без того чтобы привлечь к этому решению россию и по большому счету венесуэла в которую россия так сказать залезла а в основном тем что она скупила достаточно большое количество нефтедобывающих и нефтеобрабатывающих предприятий в венесуэле за там так сказать военную помощь и того подобного на 6 миллиардов они если не ошибаюсь туда завезли всякого военного оборудования и сказали что не нужны нам деньги нам так сказать отдайте вот процент или полное владение этого дела то есть русские коммерческие и военные так сказать в смысле влезли сюда тоже знаете когда вот что называется ходят бандиты по улице то нельзя сказать я не буду с ними разговаривать надо с ними общаться эти европейцы которые выкинули в 2014 году наложили санкции на на значит путина и на россии в 2014 году и выкинули россию из большой восьмерки они сделали это из-за того что россия вторглась на суверенную территорию украины это же самая европа несмотря на то что они выкинули значит как бы путина из вот этой вот своей восьмерки они им обама придет в этом участие естественно они параллельно с этим торгуют с ними занимаются с ним делами как-то прокладка северного потока 2 через так сказать под морем через целый ряд стран а и это значит зачем нужно газопроводов чтобы никому не понятно как бы потому что есть уже северный поток 1 но северный поток 1 идет через украину через пульшу и из-за этого украина хочешь не хочешь а получает газ потому что газ через нее идет она так сказать оттягивает этот газ за то что так сказать при ее территории проходит он то есть плата идет за это в любом случае украине нужен газ она взяла так сказать забрала иди потом судить с ними а как только будет приведен северный поток 2 и газ может пойти не через территорию украины и пульши то тот северный поток 1 с ними то был закрывает он будет на починке точно взорвется то что то еще то есть иными словами окажется возможным для россии завоевывать украину значит экономическим способом делать так чтобы зажать сказать украину в угол и на самом деле сказать указывать украине что делать и вот те же самые европейцы которые за то что россия вторглась на территорию украины а значит выгнали из восьмерки но зато они ее укрепляют и помогают россии эту же самую украину сдавить заодно сдавить почву значит это бред либо 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 вы делаете какие-то последовательные шаги либо нет трамп говорит значит так вы все равно с ним работаете вы все равно с ним целуетесь встречаетесь все равно все делаете почему бы нам не пригласить его сюда в восьмерку потому что решение вот тех самых проблем о которых я говорил там сказать начинают в несуэллы и северной кореи и прочее прочее да нельзя решить без россии это полная хинея и бред это делание лица такого красивого мы его выгнали выгнали из восьмерки вот посмотрите население наших стран какие как мы боремся против этого агрессора на самом деле вы не боретесь бойца против агрессора один человек там накладывая на него постоянно можно говорить что это конгресс можно говорить что это сенат можно говорить что это что то еще финале трамп подписывает эту бумагу значит там подписывает эти бумаги и сдавит на россию каждый шажок сейчас мы переходим к санкциям каждый шажок он маленький он чуть-чуть сейчас запрещено американским банкам и так сказать вообще финансировать что-либо связанное с российским государственным долгом что это значит они не смогут брать займы под свой долг они не смогут свои что называется долги старые продавать за доллары за рубли пожалуйста продавайте сколько не наше дело совершенно да вот второе государственные предприятия которые работают на государства их не будут финансировать ни американцы не связанные с американцами банки потому что если будут финансировать то америка перестанет с ними работать третье а ну неважно сейчас третье четвертое пятое там есть куча пунктов которые скучно что называется перечислять но которые еще чуть-чуть еще чуть-чуть трамп прекрасно знает нельзя загонять раненого зверя в угол он черти что может сделать поэтому выход не из того что тогда ничего не надо делать выход это тихонечко медленно показывать ему что ты скоро можешь оказаться в безвыходной ситуации еще шажок еще чуть-чуть еще больше еще чуть-чуть и когда трамп который постоянно а вы друзья вы друзья с кимом так сказать корейский он вообще отличный парень китайский там первый сайт коммунистической партии вот такой классный парень отлично мы с ним разговариваем все время он такой крутой мы с ним путин лучший человек просто лучший друг но вот на этом уровне он пытается оставить лазейку вы всегда сможете прийти к америке потому что я не собираюсь менять у вас режим это не мое дело внутреннее дело я не собираюсь менять у вас глав вашей страны это опять дело вашей страны и прочее все что я хочу поменять это кое-какое поведение относительно нас америки и окружающего вас мира это то что мы хотим поменять у вас и вот если ты окажешься вот в этой западне а ты обязательно окажешься потому что мы еще чуть-чуть еще чуть-чуть еще чуть-чуть вот то ты должен будешь прийти сюда к нам и сказать окей давай торговаться то что он делает с Ираном это же не видно что ли два года подряд мы накладываем на них санкции по чуть-чуть по чуть-чуть и сейчас уже Иран совершенно не тот который был два года назад в Иране они не у них нет уже денег чтобы снабжать террористов чем они добивались у них нет денег чтобы передавать вооружение так сказать другим кому-то в силу терроризм и прочее у них нет денег на то чтобы социалку вести свою народ выходит на улицы народ очень с лозунгами перестаньте воевать за наши деньги кормите нас поите нас и дайте нам возможность работать у себя на родине вкладывайте деньги в страну а не в терроризм это огромная заслуга Трампа так вот Трамп этим медленным нажиманием и все время говоря я все время здесь я жду если вы придете ко мне я с удовольствием я за переговоры ребята вы же знаете я за переговоры все что меня интересует это меня интересует экономика меня вообще ваша политика не интересует так вот это гениальность Трампа с моей точки зрения и поэтому Трамп будет продолжать говорить давайте садиться разговаривать с этим давайте садиться разговаривать с этим давайте общаться давайте продолжать давайте но параллельно с этим мы все время добавляем немножко еще еще немножко добавляем что вам еще чуть-чуть хуже стало жить еще чуть-чуть хуже стало жить а там посмотрим Спасибо. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Были попытки дозвониться. Мне не хотелось прерывать ваш монолог. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Добрый день, Сергей Сергеевич. Скажите, пожалуйста, вот такое предположение. Безадолго до 2014 года до начала агрессии против Украины было объявлено, что как раз на западной части Луганской, по-моему, Донецкой области были открыты большие запасы сланцевого газа и нефти. И были разговоры о начале их разработки. Но тут произошло то, что произошло, началась агрессия. У меня такое, может быть, это тоже сыграло роль, потому что, опять же, Путин не заинтересован в появлении никаких конкурирующих от больших поставщиков этого дела. Значит, бизнес его преступной группы будет поторван. Я думаю, что это имело значение. Я слышал эти сообщения. Дело в том, что, когда происходит очень крупное решение, как вы понимаете, хотя Россия давно готовилась к захвату частичному или захвату Украины, разработала планы и прочее, все равно это очень большое решение. А когда оно происходит, обычно оно происходит, когда сходится целый ряд различных факторов, которые говорят в одну сторону. Вот таким образом мы сейчас можем решить проблемы. Я вполне допускаю, что одним из факторов было то, что там нашелся газ, и не нужно было допускать, чтобы они начали его добывать, чтобы американцы еще и туда обзалезли. Может быть, в них какие-то переговоры о русской разработке им отказали. Мы тоже не знаем. Значит, мы знаем, что одновременно с этим они пытались залезть, кроме направления Луганск-Донецк, они собирались также и в Харькове сделать все то же самое, и просто усилиями мэра Харькова и людей, близких к нему. Это было подавлено этих людей всех, которые начали смуты, быстро арестовали, народ сам их отвел в каталажки, по дороге слегка побив. И движение из Харькова потом в сторону Мариуполя было остановлено, потому что идея была Луганск-Донецк, Харьков-Мариуполь и выход на ту сторону. А я думаю, что много очень факторов сыграло. Слава Богу, так получилось, что русские, оказалось, не умеют воевать, слава Богу. А украинцы, молодые, достаточно ребята, 20-30-40 летнего возраста, помчались, не умея ничего делать, но только с духом противоречия, с духом того, что это наша Родина и прочее. И они-то телами своими остановили вот это, то, что задумала Россия, и то, что она пыталась провести всю эту операцию. Потому что иначе Украина была разделена сейчас на две части. Совершенно независимая, одна восточная подконтрольная Россия, и вторая западная, я думаю, была бы размером приблизительно с Польшей, может даже меньше. И, в общем, уже перестала бы играть какую-то серьезную роль на мировой арене. И Путин, так сказать, абсолютно достиг бы своей цели, получив еще одно марионетчно-кукленное государство. Вот ребята своими, что называется, телами, духом своим, они остановили батальоны вот эти все. Частично их потом начали обвинять в том, что они бандиты. Может, кто-то из них и бандиты, но поначалу это был чисто вот такой патриотизм, энтузиазм, любовь к Родине, а в основном ненависть к захватчику. — Добрый день, пожалуйста, в эфире. — У меня вопрос, добрый день, я и сказал. Немножко по другому вопросу. Вот весь август в Москве и в других городах России проходили вот эти митинги, все с ними связанное. Это жестокость, которая просто невозможно было смотреть. Но почему ни Европа, ни Америка, ни одна страна, ну совершенно никак не отреагировали на это? Я не могу понять. Может быть, никогда... — Давайте, не уходите, пожалуйста, не держите трубочку. Давайте вместе подумаем, вот, а как вы имели... Что вы имеете в виду? Потому что я не совсем понимаю вопрос. Под реактором, вы имеете в виду ввод войск в Москву? — Нет. Нет, конечно. Ну хотя бы как-то нас судить, я не знаю. Но я понимаю, что уже с санкциями все это так. Ну просто промолчать, я не знаю. — Ну что, Макрон сначала целовался в засос с Путиным, потом осудил, а потом пошел дальше продолжать целоваться с Путиным и разговаривать о деньгах. Ну, осудили. — Ну не знаю, ну не знаю. Ну ведь действительно, ну невозможно же видеть то, что творилось в Москве. Ведь просто хулиганство. Людей же... Я проводил целые дни у телевизора. Ну просто брали людей из толпы, били, издевались. Ну это же я не знаю. Ну и промолчать, как будто ничего не было. Но я вообще, если судить обо мне, мое мнение, Путин не рукопожатый. Ну вот на мой взгляд, ну как можно ему подать руки? Ну не могу понять, не могу. Вот ну, я вжаму обоставиваю. — Я вам скажу как. Значит, ходят бандиты по вашей улице. Вы не можете выйти из дома. Они стоят, а вы открываете дверь. И бандит говорит, что надо? А вы говорите, а я с тобой разговаривать не буду, да? Так что ли? Давайте принимаем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филип. — Добрый день. По событиям в Гонконге Трамп сказал, что это затруднит подписание соглашения торгового с Китаем. А по событиям в Москве и других городах Трамп предложил вернуть Путина в очмерку. — Вы знаете, по-моему, вы не слышали то, что я говорил 10 минут тому назад. — Я удовлетворил. Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Здравствуйте. Ну, знаете, у меня совершенно совпадало мое мнение, так сказать, с вашим вот анализом по поводу Трамп и Путин и все вокруг этого. Но вот тут, значит, была передача, где ведущие даже говорили, что как же, ведь и украинцы не будут голосовать за Трампа, и русские не будут голосовать за Трампа. — Во-первых, те, которые хоть чуть-чуть соображают, они что, забыли, что демократы, сам Обама, вернее, посылал одеяло вместо того, чтобы помощь настоящую оказать Украине. Это первое. Во-вторых, если они хотят, чтобы действительно помогали Украине, за кого же еще голосовать? За Эльхана Амар и ее партию, и за партию Обамы. Они хотят, чтобы Украина погибла одна. И то же самое с русскими. Поэтому вот это вот, значит, как вы согласны или не согласны. И второе, я хотела спросить у вас, какое ваше мнение о Джонне Болтоне? На мой взгляд, очень сильный политик, очень даже к месту в администрации нашего президента. И надеюсь, что он будет и в 2020 году тоже. Спасибо. — Ну хорошо, давайте короткая тема Джон Болтон. Джон Болтон, то, что называется, ястреб. Значит, у него, при огромном уважении к его знаниям и тому подобное, в основном решения такие, так сказать, полететь, набить морду. Я считаю, что он очень положительную роль играет в администрации, просто потому что он представляет определенную точку зрения. А Трамп не тот человек, который поддается точкам зрения. И я, насколько я понимаю, у Трампа есть люди, которые высказывают прямо противоположные или, так сказать, не схожие с Болтоном точки зрения. И это очень хорошо, потому что надо слушать и обоснования вторжений, драк по мордам и т.д., а также обоснования того, чтобы вот этого делать ни в коем случае нельзя. Я считаю, что большинство войн, в которых участвовала Америка после Второй мировой войны, большинство, она участвовала зря. Я считаю, что из совершенно неправильных причин и поводов Америка полезла во всякие войны. Юра, кстати, Табах совершенно со мной не согласен. Мы с ним несколько раз по этому поводу спорили. Он считает, что все, по-моему, или почти все войны были правильные и так надо было делать. Ну, так сказать, расходимся. Мы с ним очень много расходимся, об этом расходимся. Поэтому про Болтона я скажу так. Он очень правильный человек с точки зрения окружения и высказывания идей. И я бы не хотел, чтобы он принимал решение. Вот так. Теперь, возвращаясь к вопросу... Опа! Ну-ка, Сережа, напомни мне. Вы знаете, что у нас не будет времени, чтобы вернуться к тому или иному вопросу. Просто короткое замечание, позволю себе, из другого опера совершенно. Антисемитская администрация Трампа по-тихому исключила палестинскую автономию из списка государств и территорий, который признает Госдепартамент США. Ну, разве это не проявление антисемитизма, а? О, конечно, ужасно, потому что арабы же семиты, правильно? Да, да. Вот поэтому Трамповская администрация антисемитская и сам он антисемит, потому что палестинскую автономию просто взяли, тихо так, и исключили из списка. Как несуществующий субъект. А кроме того, он ненавидит своих внуков. Это мы точно знаем. Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. Хороших праздников вам! Спасибо вас тоже всем!